Друзья, всем привет! Вы на канале Мехтех. И сегодня мы поговорим о авиации Первой и Второй мировой войны. И поможет нам в этом Андрей, специалист Музея техники Вадима Задорожного. Ну что ж, погнали! Так, Андрей, я так понимаю, это легендарный самолет-бомбардировщик Илья Муромец Первой мировой войны, да? Да, совершенно верно. Это четырехмоторный бомбардировщик из 1913 года. Копия в масштабе один к одному. Единственное, чем она отличается от настоящего самолета, это отсутствие шасси. Они просто в это здание не поместились бы. Можно немного тогда истории этого самолета? Конечно. Машина появляется благодаря деятельности известного российского конструктора Игоря Ивановича Сикорского еще в 1913 году, как самолет «Грант», затем русский «Витязь». Но военные очень быстро заинтересовались новым пассажирским самолетом. Изначально он проектируется именно как пассажирский четырехмоторный «Бип-1». И машина довольно быстро, всего за полгода, переделывается под военные нужды. Первый полет этой машины случился в декабре 1913 года с аэродрома под Санкт-Петербургом. Почему военные заинтересовались этой машиной? Поскольку у нее неплохая бомбовая нагрузка. Что такое бомбовая нагрузка? Самолет может перевозить взрывчатку, при помощи которой мы можем уничтожать различные огневые точки противника, окопы, бункеры, укрепления. Собственно, этот самолет должен был уничтожать крепости. Его предназначение можно сравнить с предназначением знаменитых дирижаблей немецких. В нашей стране дирижаблей всего один и быстро был сбит. Но вместо дирижаблей у нас были вот эти огромные бомбардировщики. А из чего он делался? Делался он практически полностью из дерева, разные породы. Это как сосна, ель, береза, ясень. Конечно, присутствовали металлические детали. Вот мы с вами можем видеть, например, топливные баки, которые располагались сверху самолета. А, то есть это у нас топливные баки находились сверху? Да, да. Сделано это не для красоты, практическое применение. Во-первых, чтобы центр тяжести не смещался, они находятся сверху. Они, по сути, являются противовесами двигателям, которые как раз находятся внизу самолета. И почему под самолетом они не находятся? Потому что, как правило, атаковали эти самолеты снизу. Самолет мог подниматься до высоты 3,5 тысячи метров. Для 1914-1915 года это очень большая высота. Но для сравнения дирижабля, о которых мы говорили чуть ранее, поднимались, в лучшем случае до 2 тысяч метров. То есть этот самолет в полтора раза выше летит. В пассажирской версии самолета предполагался комфортабельный по тем временам салон. С плетеными креслами, с отоплением, с электроосвещением, с уборной и с гардеробом. А, то есть в нем даже уборная была? Да. Как вы думаете, откуда взялась здесь туалет физически? Даже не имею представления. С поезда. Классический старый поездной туалет с педалькой, который был поставлен в эту машину. А так высота вот эта вот, она такая и была? Да, высота такая и была. То есть это вот так вот ходили? Да. Плюс в летчике людей набирали роста не очень высокого, потому что высокому человеку там просто неудобно, он будет стеснен в условиях. Ну и, конечно, эта военная версия, она немножко уменьшилась в размерах. То есть пассажирский самолет был несколько больше. Во-первых, он был в длину на полтора метра больше, чем эта машина. А у этого длина какая? 17 метров. 17 метров. Размах крыла здесь почти 30 метров. Здесь, к сожалению, поместилась только половина самолета. Верхняя крыла размах почти 30 метров, нижняя 21. Но он был, по-моему, четырехвинтовой, да? Да, четырехмоторный самолет. Четыре версии двигателя на него устанавливались. До начала войны на него ставились немецкие моторы. После начала войны английские, французские. Вот какие моторы? Аргус, 100 лошадиных сил. Как же ты далеко ушел, Игорь. Четыреста лошадей. Богатырь. Богатырь? Прекрасная мысль. Я назову его Илья Муромец. И, наконец, в 1915 году появляются русские двигатели. Русско-балтийский завод «Руссобалт», который машины производил, выпускает первый мотор на эти самолеты. Да, в количестве четырех штук они на них ставились. Были попытки поставить два мотора для снижения расхода топлива, но это были опытные образцы. В массовое производство они не пошли. Говоря вообще о массовом производстве этого самолета, сделано их было около 60 экземпляров. Именно 60 машин поступило на службу в Императорский военно-воздушный флот. И использовались они на Западном фронте. Бомбили они германские объекты военные. Аэродром, где находились на боевом дежурстве эти самолеты, находится в современной Польше, в городе Яблонно. Кабина, да? Можно немного поподробнее? То есть пилот, я так понимаю, у нас был один. Да. В этом самолете, в этой версии самолета уже один. До этого предполагалось, вообще, на первых вариантах, что там будет два пилота. Но это было не очень удобно с точки зрения органов управления. То есть здесь все механическое на тросах. И делать дублирующее управление было довольно сложно. Управлять такой машиной было сложнее. Кабина должна была быть шире, чтобы два пилота туда поместились. Поэтому на военной версии уже остается один пилот. Но сзади него обязательно сидел, условно выражаясь, сменщик, который в случае ранения основного пилота должен был его заменить. Но по истечению обстоятельств, чаще всего раненными оказывались именно летчики, снящие сзади, а не за кабиной пилота. По поводу, если говорить о дальности полета этой машины, она рассчитывалась не в километрах, а в часах полета. И эта машина могла непрерывно держаться в воздухе на скорости около 120 км в час, 4,5 часа. Первые испытательные полеты зимы 1913 года показали, что эта машина может летать 600-700 км без посадки. Вокруг Санкт-Петербурга первые испытательные полеты. Самый знаменитый полет этой машины еще довоенный. Самолет отправился из Санкт-Петербурга в Киев. Это даже по сегодняшним меркам довольно далеко. С единственной посадкой в городе Орша. То есть дозаправить вот эти байки? Да, да. Кстати, про дозаправку очень нелепая история случилась. Самолет должен был лететь в свет на время суток. Вообще первые самолеты не летали ночью, потому что у них нет никаких навигационных устройств, кроме компаса, по сути. Прилетели в Оршу и решили заправить этот самолет. Но топливо закончилось, там около 900 кг топлива, бензина. И поняли, что очень это долго. Потому что раньше самолет заправляли без ограничений по времени в Санкт-Петербурге на аэродроме. А здесь нужно было это сделать быстро. Рассчитывали заправить самолет за 2 часа. В итоге потребовалось около 5 часов. Почему так долго? Помпа слабая, качает бензин медленно. Практически вручную заливали сюда топливо. Вылетели уже ближе к вечеру, но до темноты все-таки успели добраться. Самолет готовили в спешке при вылете из Санкт-Петербурга. И не установили на него прожектора, чтобы можно было лететь в сумерках или ночью. Поэтому на этой машине можно было лететь только днем. А вот если брать кабину, как я сейчас вижу, сколько у него экипажа-бомбардировщика? Вообще на разных версиях самолетов было разное количество экипажа. По сути, этой машиной можно управлять вдвоем. Штурман и пилот. Но боевые самолеты летали вплоть до 10 членов экипажа. То есть а бомбы вот так вот прям вручную сбрасывали? Да, на первых самолетах никаких приспособлений для сброса бомб не было. Затем в центре фюзеляжа установились отсеки, которые уже механически открывались люки и сбрасывались бомбы не вручную. Потому что самая тяжелая бомба, сброшенная с этого самолета, это около 416 килограммов. Вручную ее уже не поднимешь. Почему такая неровная цифра? Потому что в бюро эволюции использовались фунты, пуды, и они в километр ровно не переводятся. Грузоподъема с моего аэроплана уже сейчас позволяет взять на борт 7 пулеметов и 30 пудов бомб. По поводу экипажа этого самолета, не столько главную роль играет пилот. Потому что у первых самолетов были вообще очень ненадежные двигатели. И вообще большая часть потерь этих самолетов случилась именно из-за неисправности двигателей. То есть они сами падают? На нем можно спланировать, потому что радионка... Баннеры, да. Именно, да, из-за двигателей они не падали. Сбито в бою был всего один самолет, два было сбито при помощи зенитного огня. А все остальные, там около 20 машин по разным причинам... Ну, техническим своим, да. А как чинили этот двигатель? Он можно было чинить прямо в полете. Ремонтировали, насколько я вот так вот читал, прямо на крыло, да, выходили? Да. Двигатель устанавливались между деревянными балками. У самолета 4 мотора, 2 ближних и 2 дальних. Интересно, что они различались по мощности. Ближние были более мощными, дальние двигатели были чуть менее мощными. Считалось это наиболее эффективной аэродинамической схемой. И как происходил ремонт этого мотора прямо в полете? Мы выходим из кабины на крыло, пробираемся сзади двигателя. Потому что спереди винт, он у нас просто порудил. То есть вот через это окно пролезали? Да, да, да. Ну, были еще и все-таки разные варианты. Окна были и в этой плоскости. Можно было выйти через дверь, если она находилась чуть ближе к крылу. Как было удобно механику в данном конкретном случае, так и выходили. Иногда выбирались прямо через крышу. Крыша тоже есть люк. И главное находиться сзади двигателя, потому что сзади двигателя на нас не дует набегающий ветер. Мы спрятались в его аэродинамической тени. Моторы чинили довольно успешно, даже тушили. Прям пожар, как вы думаете, как тушили двигатели? Порошковым каким-нибудь огнетушителем. Ну, если есть огнетушитель, это хорошо. Но огнетушитель быстро заканчивается, а двигатель горит часто. Куртками. Мотор горит! Пойду! Пойду! Куртки летали в кожаных куртках. Кстати, именно для защиты от огня у них и была разработана кожаная форма. Можно немного поподробнее о хвостовой части? Ну, если мы с вами посмотрим на размер хвоста этого самолета, он, по сути, больше, чем классический истребитель в времене Первой мировой. Он просто огромный, и он выполняет, во-первых, задачу управления самолетом в воздухе, вверх-вниз, вправо-влево, если говорить простым языком. Но еще он выполняет задачу дополнительного крыла, дополнительной поддержки, потому что задняя часть расположена довольно далеко от основных крыльев. И, значит, вообще у первого Ильи Муромца было еще и третье крыло посередине над фюзеляжем, но так как самолет был укорочен на полтора метра, решили отказаться от третьего крыла просто за ненадобностью. Оперение заднее здесь соединено между собой, и все три части, все три киля двигаются при помощи педалей в кабине самолета, точно так же, как на современных самолетах. А нижняя часть хвоста позволяет самолету либо подниматься, либо опускаться при помощи штурвала, который мы с вами видели в кабине. Кстати, штурвал здесь похож на руль, и сегодня мы знаем штурвал с нескольких других форм, либо вообще как джойстик. Ну да, да. А здесь при помощи руля мы изменяем положение элеронов на крыльях, а перемещением штурвала на себя или от себя уже регулируем заднее оперение. Да, мы здесь с вами этого не видим, но вообще у самолета сзади была подпорка, потому что если он будет постоянно хвостом царапать землю при посадке, ничего хорошего с такой конструкцией не будет. Ну понятно, она очень быстро отлетит. Да. Да, скорость, конечно, у самолета небольшая, посадочная, там 80-90 км в час, но даже при такой скорости можно разбить самолет. Туда установилась либо лыжа, либо костыль. Но проблема с костылем была, по сути, деревянная или металлическая палка, она в мягкий грунт постоянно уходила, и самолет становился плугом. А, понятно. И с лыжей была та же самая проблема, но она погружалась несколько хуже, чем плуг. И, по сути, до конца эксплуатации этого самолета проблема так и не была решена. Решали более насущные проблемы этой машины, главная из которых была не очень надежная, слабая надежность двигателя. Так, ну я так понимаю, здесь вот у нас еще люк есть, да? То есть, соответственно, где-то у нас находились еще пулеметы, наверное, на этом самолете. Да, совершенно верно. Конкретно у этой модели Ильи Муромца под индексом В устанавливалось 4 пулемета. Помимо бомб, которые мы с вами как раз видим, один пулемет установился в люк, один сзади. А, в смысле в хвосте? Да, да, в хвосте, вот как у современных бомбардировщиков, там место для пулеметчика находилось. Пулеметы были разных четырех вариантов. Отечественные Максимы, английские Льюисы, датские Мацены и американские Браунинги. В общем, что нашли, что доставили для военно-воздушного флота, то и установили. Естественно, пулемет Максим, многие, наверное, представляют, как он выглядит, у него тяжелый орудийный лафет, весом под 23 килограмма. Он сюда не ставился, пулемет ставился сверху без колен, без лафета и крутился вокруг своей оси. Ну, то есть как турель так. Да, да, именно так. И сзади, естественно, пулеметы нужны для обороны от истребителей. Самый большой массированный обстрел этого самолета со стороны немецких сбителей было 20 самолетов. Они его так и не смогли сбить. То есть отбился. Да, он отбился, но... Ну, по сути, он упал, но дотянул до своей... Пересек линию фронта и приземлился. На наши территории. Да, восстанавливать его уже не стали, он был очень сильно поврежден. Почему самолет не могли долго сбить? Потому что он очень большой, конструкция довольно крепкая. А что такое стрелковое вооружение самолетов Первой мировой? Это пулемет винтовичного калибра 1 или 2. Он такую машину собьет с труда. Ну что ж, друзья, с самолетами Первой мировой войны мы познакомились. Давайте перейдем к авиации Второй мировой войны. Итак, первый представитель у нас это легендарный Як-1. Можно поподробнее вот конкретно об этом самолете? Да, машина довольно интересная. В первую очередь тем, что это единственный относительно сохранившийся самолет до наших дней до военного производства. Машина сделана в самом начале июня 1941 года. Во время боев она приземлилась на лед озеро Кривое в Мурманской области. Кстати, пилоту удалось спастись, но машина ушла под собственным весом под лед. Кстати, если говорить о весе этой машины, он весит примерно в два раза, более чем в два раза меньше, чем Илья Мурманск, который мы с вами видели внизу. Вес машины 2330 килограммов. Подняли ее уже в наши дни, в десятые годы века 21-го с одного озера. Машина практически не подвергалась реставрации и сохранила здесь преимущественно металлическая составляющая этого самолета. А в основном он был сделан, конечно же, из дерева. Потому что авиационный алюминий ценился очень дорого в нашей стране, его было не так, чтобы очень много. Поэтому самолеты преимущественно были сделаны из дерева, точно так же, как и самолеты Первой мировой войны. Металлические части этой машины, мы с вами видим, это капот, залезы, крыла и фюзеляжа, и сзади... Ну и сам вид. Сам вид, да. Собственно, в чем преимущество металлического винта от деревянного, в том, что при падении он не ломается, а складывается. Если вы видите такой винт, то, скорее всего, он был поврежден именно при падении. Вообще, винт — это одна из самых твердых частей самолета, потому что на него найдены больших нагрузок при работе. А четко по центру вы видите такую металлическую трубу. Это пулемет. Да. Ну, вообще, это называется авиационная пушка, скорее, это уже не пулемет. А пулемет, к классическому пониманию, у него вот сверху два пулемета винтовочного калибра. Которые стреляли, как раз проходили, когда винт крутится, между лопастями, да? Совершенно верно. Многие задаются вопросом, а как этот пулемет не перешибал винт? Еще во время Первой мировой появилось изобретение, как синхронизатор, то есть, когда винт, лопасть находится перед пулеметом, он не стреляет. Там физическая блокировка происходит. А, даже так? Иначе просто лопасти будут перебиты, и мы никуда с вами лететь не сможем. Его предшественник, насколько я знаю, один из самых таких массовых был, это И-16, да? Да, совершенно верно. Знаменитый Ишак, такое получил прозвище. Самолет довольно маленький, у него меньше размах крыла, чем у этой машины. У него не V-образный двигатель какой-то машины, а звездообразный, то есть, круглый. Машины появляются еще в 30-е годы, и одно из первых в их применении — это гражданская война в Испании. Советские летчики встречаются с немецкими летчиками. Командование понимает, что И-16 уступает, по крайней мере, по скоростным характеристикам немецким новым истребителям Мессершмитт, знаменитым Мессером. И приходит принципальное понимание, что нужна новая машина совершенно другого внешнего вида, совершенно другого скоростных характеристик. Эта машина значительно быстрее получилась, чем И-16. И с 1940 года машина поступает в производство, проходит летные испытания, и сделано их было почти 9 тысяч экземпляров. В дальнейшем машина претерпела определенные изменения. На ее базе были сделаны новые машины с лучшими аэродинамическими скоростными характеристиками. Так, ну получается, у нас Як-1, Як-2 нету, у нас Як-3. А почему Як-2 нету? Як-2 проектировался как двухмоторный легкий бомбардировщик. Их сделано было довольно мало, около двух сотен экземпляров всего, поэтому какого-то решающего влияния на боевые действия не оказали. И вообще истребители получали номера нечетные. То есть Як-1, Як-3, Як-7, Як-9. Перед нами машина Як-3. Чем она отличается от своего старшего, по сути, брата Як-1? Она легче, почти на 200 килограммов. У нее меньше размах крыла, лучше маневрность и, главное, лучше скоростные характеристики. Поскольку проблема Як-1 была точно такая же, как у его предшественника И-16, он по скоростным характеристикам не догонял немецкие истребители. Поэтому нужна была облегченная машина. Время войны он продавал мед, и на эти деньги он приобретал самолет. Он отдал деньги заводу. А, завод построил. Завод построил, написал, что самолет построен от Ферапонта Головатова, и самолет был передан управлению летчику Борису Еремину, который прошел всю войну, дожил до глубокой старости. То есть конкретно вот этот самолет? Конкретно это машина, да. Это, собственно, довольно еще чем это интересная машина, что это одна из немногих самолетов в оригинальном практически состоянии. Он предотвергался небольшой реставрации, но не капитальному ремонту. Поэтому мы можем видеть примерно, как он выглядел. То есть в оригинальном, вот он дожил до наших дней. За нашей спиной Як-9, можно поподробнее об этом самолете? Да, если Як-3 это облегченная версия Як-1, то Як-9 это усиленная версия самолета Як-7, который как раз должен прийти на смену самолета Як-1. Что в нем более серьезного, более тяжелого? Во-первых, у него пушка уже не винтовочного калибра, а 37 мм. По сути, такого же калибра пушки иногда останавливались и на танки. Этот самолет предназначался для уничтожения тяжелых бомбардировщиков немецких, поскольку в 43-м году оказалось, что в нашей стране не осталось самолетов, способных сбивать высоко летящие немецкие бомбардировщики. Этот самолет мог нести помимо стандартного пулеметно-пушного вооружения, ракеты, которые можно было подкрепить на пилоны под крылом и даже небольшие бомбы. Но бомбы не использовались для уничтожения танков, бронетехники. Это были маленькие, по сути, гранаты, которые сбрасывались из отсека под... за кабиной. Вообще, вот эта вот ракета, они очень похожи на ракеты от «Катюш». Похожи, но это не они. Там другие ставились, более мощные, мощного калибра, но на самолеты были разные ракеты разного калибра, разные массы, разного предназначения. Можно сказать, что это прообраз ракет современных «Воздух-Земля». Они, конечно, неуправляемые, просто летят при помощи своего двигателя, но летят не очень далеко. Бомбы, мы можем с вами видеть, в коробочке лежат, маленькие такие, они ставились сзади и сбрасывались на живую силу противника, просто вертикально вниз падая. Довольно эффективная штука, особенно если их сбросить много, отлично повреждались солдаты врага. За нашей спиной английский самолет «Хуррикейн», и можно нам о нем поподробнее? Да, самолет интересен тем, что это, по сути, первый британский моноплан. Что такое моноплан? Это самолет с одним крылом. До этого эксплуатировались B-планы с двумя крыльями друг на другом. Первый полет «Хуррикейн» совершил еще в 35-м году, конкретно эта машина 36-го года выпуска. Поставили ее в нашу страну еще до войны, в конце 30-х, начало 40-х годов, для испытаний. Еще до «Лэнд-Лиза», «Лэнд-Лиз» появляется во время войны. Машина обладает неплохой маневрностью. Посмотрите на размер крыльев. Они очень большие, то есть они толстые, большие, но это влияет на скоростные характеристики. То есть самолет… Но крылья у него были металлические, не деревянные. Да, да. Здесь видно, что передняя часть самолета полностью алюминиевая, из дюралюминия, авиационного алюминия. Чем мне понравилась машина советским летчикам? Она мне понравилась, потому что советские летчики предпочитали мощное вооружение, авиационные пушки. Здесь авиационных пушек нет вообще. Здесь стоит по четыре пулемета в левой части крыла и в правой части крыла. Это не очень хорошая огневая мощь, несмотря на высокий темп стрельбы. Плюс высокий темп стрельбы патроны быстро заканчиваются. Это тоже не очень удобно. А в плане прицеливания? Прицеливания тоже нужно было сводить орудия, пулеметы на определенную дистанцию, там 400-500-600 метров. И при помощи глазомера, при помощи трассирующих пуль вычислять, где у тебя потоки огня и стали соприкоснуться и как стрелять. Иначе, если неправильно вычислить, куда пули будут попадать, мы никогда ни в кого не попадем. Самолет этот еще и оснащался деревянным винтом. Довольно архаичная штука, но здесь он обломанный. Он был деревянным. В Советском Союзе больше полюбились самолеты, поставляемые уже по Ленд-Лизу с 1941 года, самолеты Спитфайр. Они отличались лучше. Потому что, по-моему, аэрокобры были. Аэрокобры были американскими, да. И как раз знаменитые летчики асы советские, такие как Покрышкин, Кожедуб, они как раз летали на иностранных самолетах. Ну, они и на советских летали, но потом предпочтили им зарубежные образцы. Кстати, интересна судьба здесь авиационного двигателя. Мы видим три выхлопных трубы слева и справа. Такой же мотор, только дефорсированный, ставился на английский средний танк Кромбель. С советскими танками была схожая история. Авиационный двигатель М17Ф был дефорсирован и был установлен на танк Т-34 под индексом В2. Ну, а теперь поговорим немножко о ПВО. Откуда появляется ПВО? Первые пулеметы для выражения самолетов, дирижаблей и аэропланов появляются, опять же, во время Первой мировой. И первый пулемет Максим ставился на колесо от телеги. И эта конструкция поворачивается вокруг своей оси. Это уже счетверенная установка Максима, заводского производства. Чем лучше счетверенная, чем одинарная? Один пулемет хорошо, 4 в 4 раза лучше. Темп стрельбы здесь в 4 раза быстрее. Мы можем сбить низколетящие цели и не тяжело бронированный самолет из 4 пулеметов Максима. Главная проблема пулемет Максима была то, что он перегревался. Поэтому снаружи мы с вами видим огромный кожух для воды. Вот он как раз. А у обычного пулемета Максим сверху большая горловина, чтобы воду туда заливать. Здесь же горловин нет, но есть такие патрубки для воды. То есть по ним шла холодная вода? До охлаждения? Да, совершенно верно. Откуда же она поступает? Внизу у нас бак для воды. Откуда при помощи насоса все это поступает наверх для стрельбы по воздушным целям. Здесь же у нас 4 ящика с патронами. Патронные карабаны. Да. Патронные ленты здесь классические, 7,62 мм. Но, опять же, у нас с вами 4 пулемета. Как нам одновременно с 4 стрелять, если расчет у этого пулемета один солдат? У нас здесь с вами 4 спусковых крючка на каждом пулемете. И механизм плечевой, который плечами солдат нажимает. И одновременно 4 кнопочки активируют спусковые крючки. А, то есть по факту плечами? Да. Он наклоняется вперед и начинает стрельбу. А руками он, собственно, наводит эту радиальную установку. Ага. Конструкция простая, довольно надежная и на первых порах очень даже эффективная. Против низкобронированных самолетов, не очень, не тяжело бронированных самолетов, отлично справлялась. Особенно, если туда зарядить зажигательные патроны. Андрей, спасибо за интересный рассказ. Пожалуйста. Ну, а вам, я надеюсь, понравилось, было интересно. Поэтому не забываем подписываться на наш канал, подписываться на наш телеграм-канал, ссылка на него в описании. До новых встреч в следующих выпусках. Всем пока. Пока. Пока.